В муниципальном этапе 4-го фестиваля детского анимационного творчества «Снежные мультярики» школы «Русатома» участвовали 15 команд воспитанников детских садов и 5 команд школьников начальных классов. Вместе с детьми над созданием авторских мультиков работали родители и педагоги. В мультипликации участники представили своё творчество на тему «Профессии глазами детей». Подведение итогов муниципального этапа фестиваля прошло на базе станции юных техников. Команды, которые вышли в финал, представили свои визитки приветствия. «Команда Соколевский, любим гушать длинные стежки, любим танцы грызть с обезьями». В ходе обучающего этапа фестиваля для всех участников прошли вебинары, серии мастер-классов и видеопрезентации по созданию мультфильмов, изготовлению персонажей, декораций в различных техниках, плоскостной и объёмной перекладке, рисованной и смешанной анимации. В этом году в состав жюри вошли педагоги станции юных техников, Дворца детского творчества и Дыши номер два. Жюри посмотрели все работы и поделились впечатлениями. Вы все победители, вы все победители над самими собой. Вы победители в смелых творческих решениях. Вы победители, особенно родители и наставники, в том, что вы взяли на себя ответственность за воспитание и творческое развитие ваших детей. Профессия мечты – мультфильм. Замечательный мультфильм. Очень здорово вы представили профессию кондитера. Очень интересно. Невероятно выразительная речь у ребят, что меня очень порадовало. Ваш садик с глазками. То есть он для вас живой, родной. Это чувствовалось в вашем мультфильме. Гости мероприятия посмотрели мультфильмы победителей конкурса. Команда школы номер 14 решила создать анимационную работу под названием «Наставник в школе и жизни», с которой заняла второе место. Мы сначала собрались, подумали, какую профессию мы будем делать. И мы решили, что мы хотим сделать профессию про тренера, который помог семье, чтобы они были ели колу, пиццу, и чтобы они в спорт пришли и были спортивными. А сама техника, как вы делаете, чтобы фигуры двигались? Мы их на пластилин, и чтобы так ручки шевелить. По итогу муниципального этапа на всероссийском уровне город Саров представят две команды-победительницы. Мультярики детского сада номер 42 и мультлавка учащихся центра образования. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.